Всем привет! Меня зовут Фанния Сахарова и сегодня я хочу написать портрет Берте Моризо кисти Эдуарда Мане. Я очень люблю этот портрет, этот образ и мне захотелось его скопировать. Так я еще никогда не работала. Это что-то для меня новенькое, но я постараюсь с этим разобраться сама и показать вам. Так что сегодня полный видео урок. Я нанесла изображение, основные точки. Я даже сделала изображение намного подробнее. Можно было бы себе подсказать основные точки, допустим, носик, губки, глазки, где расположены, уши и основные моменты, с которыми вы точно боитесь ошибиться. Формат. Формат у меня 60 на 40. Его картина была 55 на 38, так что я практически попала. Вообще я хотела взять холст 50 на 70, но у меня такого не оказалось, поэтому первый подходящий холст, который я нашла. Можете взять холст побольше, но меньше не надо, можно только побольше. Но главное, чтобы он не был квадратным, потому что все-таки формат вытянутый, и вытянутым он должен остаться. Буду работать на простом разбавителе. И для того, чтобы потихонечку настроиться на работу, я не буду пока лезть в лицо, поработаем над фоном. Теперь я беру разбавитель, белила. И начинаю потихонечку набирать этот фон. Белила. Можно взять вандик. Он при смешивании с белилами дает очень красивый серый цвет. Но можете взять просто коричневый, марскоричневый, темный, прозрачный. Коричневинку я тоже возьму. В общем, мне нужно пересчитать все эти пятна, все эти оттенки, которые есть у него. Это белилы коричневые и голубые или синие. Какие у вас есть краски, эти и пересчитываем. Точно вижу, что здесь с этой стороны мигают голубые и зеленые. И всего по чуть-чуть я намешиваю, и все по чуть-чуть у меня мигает. И это с веществом белила, значит, должны быть. Допустим, мы брали одну подходящую тональность. Потом поверх этого мигаем другими. Тут даже чуть ли не желтинка. Даже это больше не желтый, а на охру похоже. Это охра. Вот тут она мигает. Такая линия. Я ее показываю. Вот. В этом углу больше фиолетовинки, но она тоже такая, достаточно смоглая. Везде в этом фиолетовине есть коричневые. Коричневые, охряные, поэтому все должно писаться на них. Даже некоторые движения я пытаюсь скопировать. Я вот вижу у него полосу. Я эту полосу попытаюсь положить. Даже такое ощущение, что он ее рисовал вот так. Такие полосы какие-то у него есть. Тоже попытаюсь это показать. Вот зеленые мигают. Это я бирюзовую взяла. Пускай они помереют у меня тут. Чуть-чуть здесь, еле заметно. Вот тут какая-то серость над шляпкой. Так. 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 По бокам тут темноты, пускай тоже так будут. С первого раза идеально фон написать не надо, такой задачи не должно стоять, просто пока набираю настроение. Но самое главное в этом будет показать высветление с обеих сторон, особенно у лица она высветлена, ее фигура, ее лицо, оно высветлено, поэтому больше белил, густота должна присутствовать, потому что светлые проявления в картинах, они густые, не только в портрете, допустим, дальше мы это будем разбирать, но и фон. Покажу, чтобы не забыть, а дальше мы еще над этим успеем неоднократно поработать. Я себе намечу. Пока так, здесь тоже, вот здесь эти подчерки световые, и здесь тоже. Сразу же не забывайте про такие места, эти дырочки, они не должны быть белыми. Можно их сразу же показать. сначала просто цветом, чтобы не забыть, а потом дальше мы их тоже густотой наберем. Картина пишется вся сразу же. На одном месте застревать не нужно. Если застряли на каком-то месте, сразу же убегайте. Пока вы будете писать совсем другой участок картины, вы поймете, что делать с тем. Обязательно не застревайте. Ну, буду потихонечку переходить к этому богатому лицу. Да, и в интернете очень много разных версий этой картины. Есть, где она яркое, лицо желтит. Там, где лицо розовит. где даже такие в зеленый фон. Я выбрала такую серенькую. Я думаю, это тот самый вариант, в котором она и писалась. Ну или, по крайней мере, мне он очень понравился. Можете пока позамешивать основные цвета. Вот основное настроение этого лица. Мне вот почему-то нравится сейчас разбил Вандика. Вот он, мне кажется, больше всего сюда подходит. Разбавила этот, разбавила охру, разбавила даже розовинку такую бледную-бледную. И потихонечку набираем. Так, сейчас попробую сюда охры добавить. Хорошо, добавили чуть-чуть охры. Двигайтесь аккуратно, не потеряйте основные моменты. Не затрите нос, не потеряйте, где он находится. То будет потом сложно его искать, если у вас плохой рисунок. Пока вот этим темным, темненьким серым цветом я набираю основные темные моменты. Ну или где у меня их больше всего. Смотрю на оригинал и добавляю у себя. Ухо оно серое. Тут скулы чуть-чуть даже есть. Они тоже здесь в этом моменте. Серые. Тень. Вмешивается этот коричневый, которым я набирала, и отлично. Пускай он вмешивается. Поэтому так же увеличила, чтобы вам было лучше видно. Вот так вот. И вот так вот. Пока просто набираю вот эти серые. С первого взгляда может показаться, что там только одна серость и ничего и нет. И это пустой портрет в этом смысле в цветовом. Но я сейчас, чем больше я всматриваюсь, тем больше я удивляюсь, насколько там всего много. Тут тоже припачкаю. Даже страшно немножко становится. Шею сразу же. Шею тут обозначу. Дальше. Розовинка. Розовинка здесь есть. Хоть она и бледная-бледная, но она присутствует. Или даже чуть ли не красненка. Кадми. Кадми красный. Сейчас я его найду. Они тоже перспекли. Эх. 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 Тут все-таки розовая щечка, хоть и бледная, но розовенькая. Я ее набираю. Под глазиком тут тоже есть. Краски смешиваются одна в другую, это хорошо. Вот тут розовинка мигает. Пока пускай она тоже будет бледная, потом мы ее увеличим. Будем же уточнять. Уточнять, уточнять. Так, здесь ухо. Вот даже поверх этого серого приходит розовый, перемешиваются. Цвет лица обогащается. Хорошо. Хорошо. Вот такая розовая линия. Есть на носике, рядом с перегибом света и тени. Эта площадка, вот она наша площадка, она розовая. Так, нужно ее показать. Сложный носик такой, в том смысле, что чего-то он только в нем нет. Я потихонечку это буду объяснять. Сейчас, пока я просто набираю цвет вообще, с чем у меня работать, на чем показывать. Так. 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 Как я и говорила, свет на лице любит быть густым. Сейчас мы его покажем. И к тому же свет еще любит... Свет на лице, он желтит. Даже в таком бледном портрете он все равно желтит. И если вы хотите показать какой-то светлый участок на лице, то хоть чуть-чуть, но добавьте в него либо охры, либо желтого. Естественно, аккуратно, чтобы он был не желтым пятном на лице, а выглядел светом. Ну, самое тоже вот главное это линия, это нос. Нос нужно нам показать. Свет там яркий. И линия, она не простая. Она кривая у него линия. Потому что он показал рельеф носа, что нос не простой. Что, может, там горбинка какая-то есть. Показала свет на этой ноздричке. Эту ноздричку обозначила. Закруглением таким. Свет пошел под глаз. Потому что нос у нас тоже. Вот эта вот площадка. И вот эту площадку он показал. Она пошла под глаз. Чуть-чуть тут светик есть. Здесь, естественно. Вот здесь светик показываю. Пока, вот видите, просто пересчитываю. Потихонечку буду все пересчитывать. И так оно складывается в картину. Ничего нового не придумываю. Да и не смогу. Копирую все у него. По крайней мере постараюсь. Постараюсь ее скопировать. Так, под. Так, нос обозначили. Под носом. Вот эта губа. Ее нужно очертить. Вот так. Одним движением поставлю. Практически, как у него и было. Не забывайте, что лицо это цилиндр. Его нужно штриховать по цилиндру. То есть так. Не так, а так. Только по бокам можно вот такие закругления делать. Как вот свет у него лежит. Как я его показала. Так вот и здесь, и здесь их можно закруглить. Это тоже. Верное действие. Вот тут всегда в любом портрете подчеркнутость есть. И даже те, кто знают, как красить правильно губы, особенно яркими помадами, знают, что они, что надо консилером губы подчеркивать. Такую четкость создавать. То же самое и в живописи. Так что девушки, которые умеют красить правильно губы, они знают, что с этим нужно делать, что нужно делать с губами в живописи. Вот тут светик. Сразу же его обозначу. Добавлю больше жизни, больше краснинки. Вот под глазиком эта тенечка. Она с краснинкой. Румянец такой легкий. Чуть-чуть обогащу ее. Кое-где этот румянец мигает с охрой. Такое получается розовое. Розовое желтинка. Вот тут она подчеркивает губу. Здесь ее можно поставить. В основном она здесь, конечно, мигает. Ну и здесь. Здесь эту желтинку добавлю. Там есть такие пятнышки. Я их тоже обозначила. Тут пускай у меня тоже мигает желтенький. И даже пускай тут. Совсем чуть-чуть. Вот такие пятнышки. И не более. Снова возьмусь за темные. Это получается тот замес, который у меня был. Я вмешаю... Так, я попробую вмешать умбру. Умбру. И все темные мы будем писать умброй. Так что умбра нам нужна обязательно. У кого нет, обязательно купите и всегда ей пользуйтесь. Умбра должна быть у всех. Пересчитала немножко светленькие проявления на лице. Теперь буду пересчитывать темные. Не потеряйте бровочку. Так, под бровью темнота. Вот тут на глазике она есть. Под глазиком эта площадка. Тоже. Даже какая-то вот этот же цвет, но немножко добавьте, может, английскую красную. Да, скорее всего, английскую красную, потому что там эта темнота под глазом, она такая немножко бордовенькая. Но, естественно, она не бордовая в прямом смысле слова. Но вот она краснит. Я надеюсь, вы меня поняли, что здесь должен быть вот этот темный цвет такой красненькой. Это можно взять английскую красную. Дальше вот эта площадка тоже у носа. Чуть-чуть уберу, линия соединилась, а тут есть промежуток темное, светлое и темное. На носики темные показываю. И здесь вот, смотрите, между самым светлым, розовым, розовой площадкой, о которой я говорила, есть темная. Тоже темная линия. Вот она. И она тоже непростая, как все эти линии шли кривовато, так и она. Ну, смотрите на оригинал картинки, вы все увидите. Вы все поймете. Вот тут темненькая, я подчеркну носик, ноздричку эту. Сразу же темным подчеркну вообще всю ноздрю. И ноздрю, а носик, ну, теневую под носом. Вот. Тоже теневую под носом все покажу. Вот она такая линия. И практически такой же темной активности линия под носом. Вот этот вот рельеф вот этого места. У него есть какое-то правильное название, я уже забыла. Вот. Тут свет граничит с тенью. Надо эту границу показать. Самое главное в этой задаче и вообще во всей живописи – это справляться тонально. Тональность – это степень темности. Может, вы даже не попали цветом, не совсем попали. Но не бывает иногда такого, что ты не можешь замешать такой цвет. У тебя даже, допустим, краски такой нет. Не можешь ее замешать. Но вы должны эти вещи, где темные, где светлые, полутона, где полутон светлее, где полутон темнее, вы должны все это видеть и понимать. Без этого живопись вам будет сложно даваться. Вы должны понять, что это такое. Понять, тренировать себя. Даже брать подобные задачи и их прорешивать. У меня, пока мы начинаем. Хорошо. Перерни. Хорошо. 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 Вот так. Продолжение следует... Я эту линию покажу. Темнота под губочкой. Это вот ямочка. Она там тоже, хотя можно подумать, ну, только всего лишь ямочка. Но какая она там сложная. Чего в ней только нет. Так, по-моему, у меня съехал мозг. Мне надо всмотреться. Субтитры подогнал «Симон» Так, «Кадми красный плюс». «Кадми красный плюс». «Кадми красный плюс». «Английская красная». «Коричневинки» эти наши, допустим, «умбра». Разбел. Такой сильный-сильно разбел. Нам нужно набрать эти бредные губы. «Ребят». «Д國anya» «Ребят». Но изменяющие силы. there still not everybody по анатолию. «ур» «Det пока допустим просто одним цветом основном цветом губ а потом уже только после этого добавляем свет если что увеличивайте картинку чтобы вам было лучше видно все эти подробности снова снова добавляет чемпион тут есть такой светлый участок постараюсь положить даже вот здесь глазки наконец-то приступил к глазкам не белые тоже сиреневят бледные но с голубинкой они и вообще никогда зрачки не в любом в любом каком бы портрете и не писались они не белые у них то тоже есть свет тень а тут допустим светлее тоже здесь темнее там чуть светлее вот так вот четко просматривается вот эта линия которую тоже карандашиком мы подводим глаза либо темным либо светлым и так же в любом портрете она эта линия она проводится вот она внизу прямо за ресничками оттуда реснички растут и здесь она отлично просматривается я ее сразу же добавляю это площадка вот она 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 даже светлее чем зрачки сейчас вот так вот и даже может быть еще постараться светлее может быть даже заведите отдельную кисть одна кисть у вас для темных другая для светлых чтобы не мучились так вот показала ее самой светлой даже светлее чем зрачки пускай пока будет такое а потом я естественно если что ее исправлю зеленые глаза у нее были зеленые любят говорить что такой цвет болотный сейчас это а мы смешиваем коричневый плюс зеленый допустим марс коричневый плюс изумрудная чтобы добиться такого цвета так посветлее значит можно чуть желтого добавить еще светлее надо третье мы добавим сразу же все не обращая внимание на зрачок 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 же он приходит сверху на Так что все. Добавляю все этим цветом. Так, осматриваюсь. Чтобы ничего не напутать. Периодически отходите, смотрите. И темноту. Это будет просто омбра. Темноту это получается верхнюю линию. Густота это ресничек. Если даже человек не накрашен, все равно верхняя линия у него этих... Ну, верхняя линия глаза, она все равно плотная. Потому что это густота ресничек. А если накрашены глазки, то подавно. Так. Обычно помогают себе пальцем, опираются на него и проводят линию. Я так не умею. У меня так не получается. Я все делаю на весу. В принципе, иногда... Ну, не иногда. В принципе, получается. Иногда бывают неточности. Иногда я этим пользуюсь. Правилами иногда нет. Глазик закругляется. Он как крышкой. Как крышка на кастрюле. Оно закругляется. Не бывает просто вот... Раз линия прямая, раз линия прямая. И это глаз. Обязательно ее закруглить. И вот она у него на закругление пошла. И здесь, допустим, начала тоже нет. Но здесь оно в конце закругляется. Так. 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 Закругляется. Вот он закругляется. А тут даже маленькая такая стрелочка подтачивает. Ну, аккуратнее, конечно, чем у меня. Я это исправлю. Зрачечек надо показать. Темноту вот этой радужки. Здесь вот тоже только полосочка такая сбоку светлая. Не бывает в портрете такого, что вот глаза, и в них ровно, допустим, посередине только одна точка. Это совершенно неправильные глаза. Так что никогда так не рисуйте. В них есть тоже и свет, тень. Это все зависит тоже от освещения. Есть это тоже самое радужка. У кого-то бывает радужка, она подчеркнута, что по краям она темнее. Цвет темнее, допустим. Или даже разный цвет. У кого-то край зеленит, серединочка, она коричневит. Вот такой сложный цвет. Так, глазки обозначили. Вот тут в темноту увеличу. Увеличу. Ну, здесь намного темнее, чем у меня сейчас. Тоже это покажу. Здесь только вот над темным, над темненьким тоже такая линия подвижного века. Только она самая светлая, остальная темная, темная. Надо это показать. Это тень глазика. Вот тут такая легкая темненькая, она тоже помогает глаз закруглять. Пускай она пока вниз пойдет, я ее потом ослаблю. По-моему, это лобик у нас такой. Светлее даже сохры, по-моему. То ли сохры, то ли с желтым таким. Вот такой какой-то лоб. Вот мой-то лоб. Потом мы его высветлим, бровки не забываем. И тут бровочку. Но она не такая активная, как здесь. Самая темная в брови, в брови, это вот эта вот площадочка. Где больше всего волос. Так, а нет, вам в принципе видно волосы. Немножко волосами займусь. А дальше снова перейдем к чуть-чуть к фону, ну и одежды, естественно. Так, кисточка мне нужна побольше. Маленькой кистью мы никогда не рисуем волосы. Чуть светлее, чуть темнее. Потихонечку набираем волосы. Пересчитываем пряди. Раз, перышко, два, перышко такое. Даже так. Вот здесь они, эти кудри. Вот, вот. 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 Тут больше с коричневинкой. И вот даже вот эта кисть, площадка кисти, она и показывает волосы. Потому что она тоже состоит из волос. И она идеально рисует волосы. Поэтому мелкую кисть брать не надо, и не надо каждую волосинку вырисовывать. Совершенно неверный ход. Никогда так не делайте. Вот смотрите. Одно движение, и она нарисовала прядь. Одно движение. 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 И коричневый добавили, снова переходим к этим седым серым. И темные пряди здесь. Мне так бровку закрывают. Ушко. И за ушко вот так тоже заходит. Сначала думала, что буду писать одежду сажей, таким чёрным цветом. Потом решила, буду умброй, чтобы сохранить этот цвет. А светлые проявления буду показывать охрой. Так. И, допустим, если вы тоже смотрите на картинку через компьютер, бывает под одним углом монитора видно одно, под другим другое. Попробуйте посмотреть, покрутить голову, компьютер. И вы увидите в этом чёрном костюме, что что-то может быть, там ничего нет. Вы покрутите, освещение поменяется, угол зрения. И вы увидите, что там есть светлые проявления. Там тоже в этой темноте есть даже свет и тень. Но, если что, сажей я себе буду помогать. Такая тут с бахромой. С бахромой от стрельбкой или ушей, что ли? С козырьком таким шляпка. Поэтому здесь не просто простая линия, она такая волнообразная. Зигзаг. Это надо показать. Буду тоже для себя периодически крутить компьютер. И вы поступаете точно так же. Здесь вот, допустим, вообще тёмная. Такая глухая темнота. Где-то заморачиваться не надо. Где тёмное, сразу тёмное добавили. Вот я себе обозначила вот эту светлую площадку. Что вот, где заканчивается тень, начинается свет. Добавляю. Цилиндр. Как и голова. Или голова, как цилиндр. Поэтому я её тоже штрихую вот так. Ну, может поровнее. Так, тут темнота. Тут даже на шляпку заходят волосы. Мы это потом покажем. Так. 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 И так. Продолжение следует... Но здесь я тоже запачиваю, запоминаю, где у меня свет и зарисовываю. Тут так кисть выходит за края, она не обрезанная, эта шлапка. Вот так. Продолжение следует... Светленькой. Продолжение следует... Тут практически глухое пятно. Здесь оно больше всего показано. Тут даже такой небрежный мазочек. Из этого небрежного он снова переходит в такую четкую линию. Так, тут сережка, это главное не забыть потом. Вот ленточка одна. Ленточка вторая. Ленточка третья. Она тоже светленькая, это я потом покажу. Тут тоже промежуток светлый. И подчеркиваю подбородок. Тут обратите внимание, у нее... Углубление есть, в общем. Проследите за всеми этими линиями. Переборщила. Переборщила. Так, тут пока обреду этот кусочек. Так, кусочек. Приборщила... Борщик крык. Спасибо застав grupo дляח Chenpa. Правда по отдельности, давайте еще мы просто шутку с покеряком. Продолжение следует... 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 ткань на аккуратно с этими переходами ткань здесь она пошла по этой косой траектории здесь сюда допустим здесь можно повернуть сюда как будто она так закрывается это посерединке так но и свечков добавим чтобы все это не забыть в эту же умру подмешиваю охру может даже чуть-чуть берем и показываю светики да все таки берем добавить так Продолжение следует... 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 Такой точек, брошь, по-моему, такая. Продолжение следует... Тут такой зигзаг, такая линия. Ее даже можно с такой густотой оставить. Тут между рубашкой и телом, во-первых, не просто линия, это даже так, веревочка какая-то. Мы это все потихонечку будем показывать, я буду показывать. Так, ну и то, что хотела сказать, и сбила сама себя, то, что между рубашкой и телом должна быть темнота. Там есть такая линия, может, не такая активная, как у меня. Но должна быть. Вот тут светлые такие. Можно даже пальчиком где-то так замутнить. Эти линии проследить, как и у него. Москве. Норм savoir. Давайте Ooo. КтоECH. Чтоovich. Went! Мы смотрим туда... Идите. Кто? 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 Coin! Кто? 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 poste. Так, тут посмотрела. Темнота такая, скорее всего темнота волос, поэтому она больше коричневее, чем чернит. Вот эту линию, она так и с бровкой участвует. Вот тут темнее, ой светлее наоборот, такие вот есть штришочки, я их тоже добавлю. Здесь уточню и тут потемнее. Такие серенькие сережки, лишенные. Два движения. Даже вот такую волосинку надо показать, что она заслоняет эту темноту, кругленькая и вот такая вот вбок. Ушки у нее торчат. Очень забавные ушки, и не только на этом портрете, но и вообще другие портреты ее. У нее там тоже так красивенько ушки торчат. И вот это вот, вот эту богорочек надо показать. Падинку богорочек надо показать, что ушки у нее не торчат. Так, сережка. Такие вещи нужно решать в два движения. Их нельзя замусоливать. Даже возьму вторую кисть, чтобы удобно обозначать светлые участки, чтобы не мучиться с одной кистью, бесконечно ее пытаться очистить. так, но уже успела запачкаться, потому что палитра грязная. сейчас. Так, тут даже немножко вот под этими волосами вот такой свет есть. Видимо, вот эта впадинка ушная вот она. она светлая. Светлая и густая. так. Так. И так. Вот практически все у уха. снова переходим на лицо. Штрихуем потихонечку. обогащаем. 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 Продолжение следует... Вот эту площадочку ей нужно было осветлить. Вот тут у меня есть пробелы краски. Ой, пробелы холста. Такого не должно быть. Сейчас я их зарисую. Продолжение следует... Делаю то же самое. Все темные, которые у меня есть, я их утемняю, смотрю на рисунок. И стараюсь работать тонально правильно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот тут такая темнота, немножко подчеркну глаз, надо это показать темнотой. Что-то вот вроде этого. Тут не только просто темные линии, тут есть и полутон. Так что с темнотой не перестарайтесь. Тут тоже можно веко обозначить, подвижное. Особенно вот тут вот такие вот две полосочки у него есть. Их тоже можно поставить. Нос. Сейчас у меня нос какой-то немножко странный. Я его немножко потеряла. Надо его разобрать по полочкам. Так, ну начнем с того, что вот она темнота. Нос. Вы знаете, что такое рефлекс? На носу тоже есть рефлекс. Сейчас я подойду и попытаюсь подсказать, что нос. Между вот этим перегибом, светом и тенью есть после тени еще светлые. Это не свет, это рефлекс. И вот этот рефлекс, он там есть, его нужно правильно умудриться показать. Вот он тоже, этот рефлекс. Вот это мы его, допустим, показали, он есть этот светлый. А здесь его аккуратненько нужно будет показать. Даже аж страшно. Но если вы понимаете, как писать, что вы знаете, что есть перегибы, светые тени, самое темное, допустим, самое светлое, то вам этого бояться не нужно, вы это потихонечку, потихонечку разберете. Ну как я, собственно, сейчас буду потихонечку разбирать этот нос. Смотреть, показывать, что у него есть свет, тень, рефлексики разные и так далее. Так, пока так. И тут вот носик, сейчас тоже подойду, вот этот носик, там он у него тоже обозначен. Сейчас я его буду рисовать, вы меня поймете. В общем, к чему здесь эта темнота. Вот здесь она должна была быть. И тут под ней тоже снова чуть-чуть светлее, ну прям, ну совсем чуть-чуть. Это тоже такого своего рода рефлекс, но еле заметный. Но вот он показывает этот нос, вообще его составляющую этого носа. Так, тут помимо этой носички, сейчас и только ее еще чуть-чуть пододвинуть надо. Есть еще маленькая темнота. Но только маленькая, не как у меня. Сейчас ее высветлю. Чуть-чуть высветлю, потом... И тут уточню. Сложный нос, конечно, попался. Сложный нос у нашей Берты. Так, теперь нужно свет положить. Свет такой достаточно прилично, много. Как и у него. Даже возьму желтинки чуть-чуть. Видимо, охры мне не хватает. Нужно же показать, что свет желтит. Так, во-первых, это... Площадка. Во-вторых, самое главное, это нос. Все. Все. Продолжение следует... Продолжение следует... Губу, подчеркну, подбородочек. Продолжение следует... Если не получается видеть с открытыми глазами. Или даже там немножко непонятно, вы не можете определить. Только прищурились, все, вам сразу понятно, где светлые, где темные, что к чему. И отходите, конечно, смотрите. Продолжение следует... Под губой, под носом. Рядом с губой, вот самый яркий. И вот здесь вот такая точка есть. Вот она выпирает, поэтому темнота окружена вот этими двумя световыми бугорками. Вот. Вот она вот. Я ее наконец-то поймала. И она такая, треугольничком. Так, снова губки. Губки, они как будто тают у него. Вот особенно вот эта... Вот эта часть, теневая, она прям тает. И вот эта часть. И вот эта часть. И вот эта часть. И вот эта часть. Продолжение следует... Ай, искривила рот. Продолжение следует... Так, сложно тут немножко перечислить эти светики. Ну и правильно, поэтому... Особо тут перечислять и нечего. Как вот он решил в несколько движений, так и попытаться скопировать это в несколько движений. Свет-тень, свет-тень, растаяло. Здесь подчеркнули, там растаяло. Вот и все губы. Пальчиком себе помогать здесь можно. Так, и глазками вернусь чуть-чуть, чтобы не сидеть на одном месте. Сейчас немножко в глазки подробно. Вздух. 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 Чуть-чуть переборщила с темнотой, я добуду радужку. Лоб немножко. Я его высветлю, потому что я его так и оставила. Так, нет, тут какие-то уточнения есть. Что-то есть, вот это нужно показать. Так, лоб, лоб. Там он такой холодненький. Холодненький, светленький. Не настолько светлый, конечно, как этот участок. Но вот, все равно он светел. И вообще, когда любой портрет вы рисуете, лоб высветляете. Что значит светлый челон, человек умный, добрый, хороший и так далее. Так что лоб должен быть всегда светлым. Проверяйте касание. Касание, касание не должно быть разумными. Вообще везде, во всех картинах. Не должно быть ощущение того, что вы просто тупо все обвели. То пальчиком немножко края сбили, то кисточкой прошлись каким-то цветом. Вот так вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...